В настоящий момент паводковая обстановка стабильная. Мы зафиксировали снижение уровней на малых реках. Паводок на малых реках пошел на убыль. Это оперативный центр областного главка МЧС. Сотрудники в онлайн режиме круглосуточно следят за ситуацией в области. Если паводок проходит спокойно, то пожароопасный сезон в регионе, говорят на совещании, начался раньше времени. Уже были зафиксированы случаи возгорания сухостоев. Установка у нас находится под контролем. Это очевидно. И по количеству событий, которые происходят, слава богу, у нас все хорошо. Но между тем, мы продолжаем работу по мониторингу моделирования ситуации. То, о чем мы сказали. В преддверии майских праздников мы маслый выход людей на природу, поэтому усилить профилактическую работу с населением. Осуществлять контроль за разведением огня и тому подобные мероприятия. И эту работу необходимо продолжать весь пожароопасный сезон. Большую поддержку МЧС оказывает и региональное правительство. Ежегодно выделяет порядка миллиарда рублей. Помогает следить за ситуацией и добровольцы. Их в регионе более трех тысяч. Зачастую в отдаленные и труднодоступные районы на место они пребывают первыми. И от них зависит исход ситуации. Игорь Николаевич, хочу вас поблагодарить за то решение, что готова часть материально-технических средств передать уже добровольным дружинам. Я надеюсь, мы с Олегом Васильевичем, с главами муниципальных образований это оперативно отработает. Что, конечно, укрепит техническую оснащенность, вооруженность добровольческих подразделений. И будет пособствовать эффективности и защите населения. А в этом центре сотрудники МЧС получают знания. Ежегодно здесь обучаются и повышают свою квалификацию более пяти тысяч работников пожарной охраны не только Самарской области, но и соседних регионов. В историческом здании, ему более века, располагается и музейный выставочный центр. Он один из самых современных в России. Архивы, экипировка, есть даже макеты важных для регион объектов. Вот министру показывают, как устроена система пожаротушения в Самарской драме. А вот какое строение имеет бункер Сталина. Где уровень земли? Значит, уровень земли у нас вот плита верхняя, да. И как раз здесь получается отметка 36 метров. Бункер Сталина, объект хотя и режимный, находится в ведении МЧС, но уже стал туристической меккой. Бункер Сталина – это как минимум изюминка Самарской области. В прошлом летом, во время чемпионата мира, здесь побывали 60 тысяч туристов. Однако, на самом деле, попасть сюда нелегко. Экскурсии только для групп в дневное время и при этом обязательно заранее записаться. Историческая значимость этого объекта, хотя доподлинно и неизвестно, был ли тут Сталин, не оспаривается. А вот способ подачи материала явно может быть другой. Это касается и графика работы, и содержания. Как правило, посещение заканчивается фотографиями рядом со столом или с телефоном. Это максимум, что сейчас могут позволить себе гости. Гостям представили проект обновления музея. В таком виде он будет точно интересен всем. А главное – станет доступнее. Холл на первом этаже, где важно, чтобы все-таки появилась касса, гардероб, небольшой сувенирный магазинчик и также макет бункера. На пути следования мы предлагаем новую навигацию, инфографику, рассказывающую интересные факты о строительстве, глубине залегания. И, конечно, да, тут требуются некоторые ремонты и реставрации, но в то же время тут важно не переборщить, потому что все-таки это бункер, некоторая брутальности у него должна сохраняться. Концепция обновленного музея главу МЧС заинтересовала. Вопрос будет рассмотрен детально. Ольга Павловская, Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Андрей Авдеев. Новости губернии.